Привет, хорошие мои! В эфире рубрика «Разбор работ», которую вы присылаете, чтобы мы все вместе классно провели время. Поэтому не будем затягивать, нажимайте и погнали! Так, вроде запись пошла, кнопка горит, можем начинать. Первым сегодня дозвонился Байман и прислал первую самостоятельную работу, использовал Миджорни и ЧАДЖПТ. Круто, слушай, в работе нейронки используешь молодец. Причем сделал не только шот, который предоставляет нейронка, а оформил полноценную страницу. Молодец, круто. И по размеру файла молодец. Ну есть проблемка, Байман, кажется, на этом молодцы-то и заканчиваются, потому что проходи, выбирай любой свободный угол, пока у нас все свободны. Наказан. Не нужны этой планете, Байман, дизайнеры, которые делают некликабельные ссылки и кнопки. Ссылка должна вести куда-то или скроллить к какому-то блоку, то есть нажали и какое-то действие произошло, а не просто мы навели, появилась какая-то всплываха и все на этом. Нет, кнопки должны быть нажимаемы. О, смотри, у тебя же есть курсор палец, ты показал, вот это история нажимаемая, кнопку можно нажать. А тут мы просто наводим и играемся с цветом, просто сидим и перекрашиваем, но не кликаем, потому что некликабельно. А что это у тебя слева? Аж 10 пикселей, такая большая жмение этого недоразумения, но естественно надо ставить по сетке. По сетке ставим, это когда мы начинаем колонкой и заканчиваем колонкой, а не когда мы делаем блин чуть-чуть, 4 колонки и еще блин чуть-чуть, ведь этот блин чуть-чуть надо прописывать верстальчику. Вот, начали на колонке и закончили, либо тогда делай вот так вот, если тебе хочется пошире сделать, но начинаем колонкой и заканчиваем колонкой. Тут же вот ты показал на 4 колонки, на 4 колонки, видишь молодец, а чего потом растерялся? Ты показал сеткой зону контента. Тексты, кнопки, ссылки, иконки, логотипы, все это должно помещаться в пределах контента, потому что этим мы показали, что на маленьких мониторах мы все равно можем увидеть пределы контента. Вот эти вот оформительские какие-то элементы, дизайн ради дизайна, можем тут поставить и там, если они обрезаются, и хрень с ним, лучше бы они обрезались. Лучше бы поменьше тут этого дизайна, тебе конечно нейронка нагенерировала вот этого вот всего. Показываем то, что мы изготавливаем нашу продукцию, а не просто что-то показали, подчеркнуть, какая у нас тут тематика. Сюда бы поставить что-то реального, что мы можем изготовить, чем тебя вкусно накормить. А у тебя смотри, раз, два, три, четыре, в пятом экране только появляется товар, ради которого мы сюда пришли, причем он тоже потерялся. У тебя тут еще и проблемы с контрастом, светлое на светлом вообще не видно. То, что оно обрезалось, это уже плохо, но даже если бы оно не обрезалось, все равно бы видно не было. Светлое на светлом не видно, вот тут вот тоже у тебя с контрастом, ну вообще. Видишь, как классно светлое на темном видно, классно вот этот дрон у тебя тут получил. А, это яйцо разбили, это не дрон, это яйцо мы разбили и в каталог все утекло. Прикольно, слушай, так яйцо оно же белое. Оба, смотри, как сразу товары стали видны, не видно, видно, не видно, видно. Делаем, чтобы было видно, вот это вот можно сделать в одну строку. Добавляем просто дальше, горизонтальное пролистывание будет удобно, или здесь добавили какой-нибудь плюсик, или еще двоеточие, и чтобы можно было, если слишком много пунктов, а их действительно может быть слишком много, тогда просто показали, или здесь спойлер сделать, развернуть, показать все, но не делать вот так вот, что висит какая-то здесь непонятная козявка. А что у тебя с погенацией? Ведь это не слайдер, смотри, это точно не слайдер, правильно? Не слайдер, вообще не слайдер. Вот такая погенация, она намекает на то, что это постраничная загрузка. Чем отличается слайдер от страниц? Тем, что слайдер, контент свой, загрузил уже в пределах этого экрана. То есть этот слайд, он уже есть на этой странице, просто он спрятался за пределами экрана, и нажав на стрелку или через погенацию, мы можем выдвинуть его на середину монитора и прочитать, что нам там интересного пишут. А вот такая погенация, она намекает, что вот сюда нажмем и перезагрузим страницу, попав на вторую, следующую страницу, потом на третью. Во-вторых, слайдер же должен помещаться в пределах экрана. Если тут у тебя хотя бы помещается, но это все равно, это не слайдер, то есть визуально должны быть стрелки и погенация, если у тебя все такое круглое, то и тут какая-то там круглая погенация, но не циферки. Циферки это прям намек на многостраничность. Тут-то у тебя это тем более не слайдер. Это ж не слайдер. Ведь этой планете не нужны дизайнеры, которые делают не только некликабельные кнопки ссылки, но и слайдеры, которые не помещаются в экране. Так что соберись и в следующий раз делай так, чтобы в экране поместилось. Значит, это тем более не слайдер. Это у тебя намек на многостраничность. Но откуда у нас вторая страница? Ее просто-напросто нет, ведь это лендинг, это не многостраничный сайт. Тут нет других страниц, а значит здесь, учитывая, что это не слайдер, и мы не имеем права поставить какие-то стрелки, ведь у нас контент не помещается в экране, то можно было сделать какую-нибудь кнопку, которая прямо здесь догружает больше товаров, если их там действительно очень много. Или вообще плюнуть и просто вывалить весь каталог, если товаров там, ну, десятки, но не сотни тысячи, как-то сделаны на таких вкусных сайтах. Вот, например, смотри, у пицца летится, они просто на одной странице, нет никаких внутренних страниц, прямо на одной странице, вывалили весь каталог, а сверху просто якоря, которые скроллят к определенному блоку, это очень удобно, не надо идти на какие-то страницы, что-то где-то перезагружать, так что запомни, кнопки и ссылки кликаются, слайдеры должны помещаться в экране, и не путаем погенацию, не делаем ее визуально многостраничной, а то верстальчик психонють и сверстает тебе многостраничный сайт там, где это не надо было, ведь это лендинг. Смотри, у тебя все симметричное такое, симметричное, 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 оп, а что-то футер как будто из другого набора. Вот это сюда поставить, тут тоже как-то симметрично все это дело расставить, и вот это тогда сделать, во-первых, кликабельным, во-вторых, что-то опять сломалось, горизонтально меню поставить. Может быть в другом порядке, может телефон снизу или логотип снизу, но сделать это симметрично, потому что футер из симметрии, ну как-то слишком выбивается. И может каталог поднять выше, а нас опустить ниже, а как каталог выше поднять, если здесь Холландский живет? Чем блок важнее, тем он выше. Мы же сюда за товарами пришли, за тортиками, а ты сначала показываешь что-то вымысленное, а потом опять какие-то иконки, которые еще обрежутся половина, потом опять какие-то тексты, и только потом, пожалуйста, вот что мы можем тебе изготовить. Смотри, попав на сайт, сразу видим то, зачем мы сюда пришли, мы голодные, хотим что-нибудь вкусненькое, а тут попали сюда сначала что-то неестественное, а потом тоже что-то вымышленное, а потом опять CD какие-то тексты, у тебя уже слюни заляпали весь монитор, а только потом в четвертом экране ты видишь товар. Наверное, надо было, во-первых, здесь поставить не какие-то вот эти вот вымышленные, ты же нейронку мог попросить фотореализма добавить, а не только в виде иллюстрации. Здесь тоже можно было бы добавить что-нибудь более-менее похожее на пончик. Например, поставил один пончик, расписал, поставил второй пончик, вот у тебя, считай, блок твоих преимуществ, и что, и нормально, такие пончики такие, а снизу просто расписать какие-то преимущества. Так что надо ставить повыше блок, который важен. Каталог тут самый основной блок. И здесь такой отступ, а здесь такой, надо же уже повторять отступы. Надо сделать поменьше, чтобы у тебя вот здесь отступ внутренний, здесь отступ внутреннее, но они были как минимум одинаковые. За пределы сетки, конечно, все повылетало. Вот это не видно, логотип никто не увидит. Бабушка придет сюда на каком-нибудь стареньком мониторе и даже не узнает, что у тебя здесь была корзина, что у тебя логотип, что у Инстаграм ты ведешь. Ничего этого нет на ее стареньком мониторе. Видно только, что Андрей какой-то имеет смысл, а остальное не поместилось. Тут не влезло, там не влезло. Дизайн ради дизайна обрезался, и хрен с ним. Запомни, ссылки, кнопки кликаем, ставим по сетке, начинаем колонкой, заканчиваем колонкой. Слайдеры должны помещаться в экране, и если у нас вендинг, у нас нет вторых-третьих страниц. Откуда у нас многостраничный сайт? Если у нас вендинг, то в углу постоишь немного, а потом делай дальше, и будет хорошо получаться. А когда пользуешься нейронками, вставляй туда пару этих опций с реализмом, классным освещением, чтобы здесь были классные фоточки, вкусные, чтобы слюни текли, чтобы мы захотели это купить. А это как будто бы не наш торт, тем более его тут уже съели на четверть. Как ты так повторяешь кнопки? Стоят рядом две кнопки, разное скругление, разные уши, с большой буквы, все строчные, разный размер. Надо же как-то из одного набора все это делать. Не стесняйся, сделай одного размера. И учись в контраст. Когда у тебя товар на светлом фоне, его видно. Смотри, как товары видно. А когда у тебя товары с фоном сливаются, ну как вот, вот, смотри, видишь, с фоном сливаются. Такие цветастые фоны, они искажают товар. А вот на беленьком, смотри, мы видим именно товар. То, что мы получим. Так что в углу постоишь немного. И давай делай дальше. Привет прислала Евгения. Недавно начала изучать веб-дизайн. Очень хочется конструктивной критики. Байман, если ты еще с нами... А, погодите, не зовите Баймона. Сейчас подвину. Байман, вот смотри, у Евгения здесь весь контент поместился в пределах контента. Есть какие-то выступающие элементы, как у тебя там дизайн ради дизайна летал. Но это же такая оформительская история. Основной сюжет фотографии все равно остается в пределах контентной области. И на любом мониторе с фотографией будет полный порядочек. Можно даже еще больше куда-то в сторону ввести для асимметрии. Так что Евгений в этом плане молодец. Надо Евгению стараться подбирать фоточки, в которых будет воздух. Вот тут над персонажем есть какой-то отступ. И пойдешь на паспорт с такой фоткой, вроде пропустят. А вот тут вот снизу прям вообще колесо, конечно, хрякнуто. И она там в исходнике такая. Ну, значит, надо стараться подбирать такой исходник, чтобы здесь был какой-то воздух. Либо через нейронку можно дорисовать. Может, вам ролик надо такой? Как нейронки дорисовать кусок фотки? Так что на фотках старайся использовать воздух. А вот это уже не воздух. Это уже получились дырки. Смотри, какая здесь дырка, какая здесь дырка. Вон у тебя какие отступы между элементов. Значит, и надо повторять. Когда есть какой-то повтор, тогда глазу приятно. Тут, конечно, совсем все разлетелось. И у тебя проблема с тем, что у тебя нет в конце призыва. У тебя же вроде бы услуга какая-то. Вот, смотри, наши услуги, точки, цены, бла-бла-бла. А в конце нет призыва. А чем закончилось? Где вот этот призыв? Оставляй заявку, качай приложение. Вот тебе QR-код. Звони, давай поговорим. Обсудим погоду. Где это все? Вот у тебя кнопка-кнопка. В первой половине есть какая-то обратная связь. А потом, как с тобой связаться? Где это все? Телефон такой малюсенький. У тебя даже копирайт крупнее, чем телефон, кажется. Надо же расставлять акценты, копирайт. Супер, неважная инфа. Она просто должна быть. А контакт, это чтобы позвонить тебе, задать какие-то вопросы. Все это дело узнать. В конце вендинга, продающего вендинга, а ты продаешь свои услуги, услуги этой компании, должен быть призыв. Скачай, зарегистрируйся, позвони, пользуйся. И учись повторять. Смотри, здесь такой заголовок, здесь такой заголовок, здесь такие отступы, здесь такие отступы. Тут такой огромный текст, тут поменьше. И что-то с текстами прям беда какая-то. Мастер, мастер, так мы сейчас все настроим. А что это? Погоди, вот этот текст, он очень крупный. Контраст к заголовку, ну никакой. И что-то все дело слиплось. Поэтому что мы делаем, чтобы контраст появился, текст уменьшаем. Мастер, круто, уменьшаем. А что это? Байман, не грусти, сейчас тебе Евгения придется оставить компанию. А что это такое? Это ты сдвинула туда дальше? Это не разрыв строки, судя по всему. Это что-то невероятное. Какой-то отступ из 18 века. Это раньше вокруг замка такие делали. Не надо такое делать. У тебя же потом на адаптивах, когда текстовый контейнер будет меньше, потом эта красота вылезет, и все будут пальцем тыкать в твой отступ. Поэтому так не делаем. Значит, вываливаемся обратно. Не надо переживать, что у тебя контента не хватило для второй строки. Чего ты переживаешь? Осталась одна строка, и прекрасно. Вон же у тебя здесь одна строка. Нормально. Зачем что-то куда-то сдвигать во вторую строку? Рвать строки не надо. И сдвигать контент, если ему в одной строке хорошо, тоже не надо. Не стесняйся. Значит, пятерка. Стараемся делать все, чтобы было кратно четырем или десяткам. Если говорим про веб, то четверки не обязательно, потому что у нас не смартфон перед носом. Нам не надо эти все пиксели рассматривать. У нас хороший метр до монитора, и можно делать кратно десяткам. Удобно работать с десятками. Но если ты хочешь делать прям вообще по фэншу, то старайся делать, чтобы это было кратно четверкам. 12, 16, может 20. 20 прекрасно. И десятки, и четверки, все довольны. Так вот, смотри, появляется какой-то воздух уже. Расстояние межстрочное. Надо увеличить, чтобы здесь тоже появился какой-то воздух. Вот, раздвинули. Потом отступ между этими пунктами. А где у тебя общий? Автолаяут. Взяли и раздвинули. Появляется какой-то воздух. Можно даже еще поменять. А, так мы же не уменьшили. Вот, появился контраст. Вот тут вот можно попереносить все это дело. Состояние нашей техники. Отличное. Вот, смотри, появляется контраст. И потом вот это надо будет повторять. И смотри, как здесь крупно. Заголовок орет. Это орет. Это орет. Тут под заголовок. Все здесь просто какая-то аренда не велосипедов, а заголовка. Все очень-очень крупно. Надо повторять. Повторяем, повторяем, повторяем. Видишь, тут что-то взяли и поменьше сделали. И у тебя и там все хорошо перенесется. Вот тут взяли, если нам надо туда. Неразрывный пробел вставили. И все классно. Двоеточие. А потом взяли и перенесли. Социальная карта. Пожалуйста. Видишь, хору все переносится. Если тебе кажется, что здесь дырка, так ты можешь тогда высшее образование расшифровать. Образование, конечно, тут тоже, но очень-очень. Это вот 36, это заголовок блока. Это хороший такой смачный заголовок блока. Контент это где-то 20, не больше. 24, это уже под заголовки. То есть вот в такие места ставить по 24 пикселя будет нормально. А если надо текст прочитать, 20, 18, 17, 16, и то 16 уже мелковато для компьютера. Для смартфонов потом нормально. Карта, ты же хочешь показать, что мы большую территорию охватываем, что мы и там, и сям, поэтому берем карту, большую делаем. Ты прям большой картой будешь подчеркивать, насколько крупная у вас сеть, и все ей пользуются. Ты уже прям намеклаешь. Все пользуются, и ты пользуйся. А часики, а при чем тут часики? Ты же не часы продаешь. Странная метафора, как будто бы не из той корзины метафор ты достала эту метафору. Вот тут вот все это делает подсобрать, здесь делать форму. А погоди, а с чернилами, что у тебя были такие насыщенные фиолетовые чернила, а под конец выцвели? Тут зеленые, тут фиолетовые. У тебя же вот стиль основной. Ну, основной и тут ставь. У тебя же основной прекрасно видно. Было бы. Если бы... Ага, понятно. О, теперь видно, смотри, прекрасно читается. Иногда меняют цвет логотипа, если из-за фона меняется читабельность. Если у тебя сверху темный логотип на светлом видно, а снизу поставил темное на темном, не видно. Так вот, чтобы темное на темном стало видно, тогда можно сделать светлый логотип. Видишь, потерялся. Основной цвет логотипа потерялся. Тогда сюда можно бахнуть в какую-нибудь светлую версию. В первую очередь тебе надо научиться договариваться с текстовыми стилями. Вот у тебя есть какой-то заголовок H1, потом у тебя вот H2, потом, например, H3 — это вот подзаголовок. То есть тут тоже по-хорошему должен быть заголовок блока, но не всегда к преимуществам можно ставить, потому что и так понятно, что это преимущество. Но в целом ты понимаешь, что вот здесь вот по-хорошему поставить заголовок H2. H1, потом H2, потом H3, потом, возможно, H4. Вот это подзаголовок, это подзаголовок. Они по иерархии одинаковы, они одного размера. Потом уже идут текстовки. Возможно, где-то можно сделать покрупнее, а где-то и помельче. А где помельче? Ну, какой-то копирайт сделать помельче. 4-5 размеров текста хватит, чтобы оформить весь сайт и чтобы все это дело смотрелось гармонично, а не так, что у тебя здесь такой размер, тут такой размер, там такой размер. В каждом новом блоке придумываешь новый размер. Не придумывай. Начинаешь делать новый блок, возьми стили из верхнего блока, который ты уже сделала. Например, делаешь заголовок, скопируешь с зажатым альтом и перепечатай текст. Потом надо текстовку напечатать. Взяла, скопировала с зажатым альтом, вынесла из квартиры Хованского, все это дело аккуратно скомпоновала в новый блок и, пожалуйста, поменяла тексты и все, и выглядит аккуратно, и верстать приятно, и все будут довольны. Так что сразу старайся договариваться с типографикой. Следом Александра прислала привет и большующее спасибо. Большующее, пожалуйста. О, слушайте, как сегодня прикольно. Каждому предыдущему надо сначала в углу постоять, а потом посмотреть, что прислали в следующей работе. Так вот, Евгения, смотри, как у Александры хорошо все это дело расположено. Да, тут иерархия собрала чемоданы. Надо же делать от самого крупного заголовка поменьше, поменьше, поменьше. Потом текстовые какие-то стили. Так вот, если мы используем какие-то заголовки, мы берем стиль заголовка. Если надо текст вставить, мы берем текстовые стили, а не винегретим. Мы не пишем тексты с крупными заголовками. Так, Александра, а теперь к тебе. Обучение барному делу. А где бар? Где вот это вот все яркое? Вот это казино, новогодняя елка. Где это все? Давай вансплэш позвоним. За ютубим тут слово бар. О, вот это казино. Вот это новогодняя елка. Смотри, какая она яркая. Видишь, какие сочные фоточки. А у тебя? А барное дело какое-то, ну, слишком визуально скучное, нудное, мрачное, там провоняешь как... Так что фоточки, конечно, надо вставлять. Во-первых, сочные. А во-вторых, нельзя драконить людей. Что ты с ними сделала? Зачем ты им щеки? То надуваешь щеки, то сдуваешь. Так быстро худеют. Хе-хе. Ты вообще юродуть. Хе-хе. Чего я вот так сплющила? Отступы разные. Здесь такой отступ, здесь такой отступ. И вот тут вот у тебя начинается вот это вот непонятие. Здесь такой отступ, такой. Но фиолетовые подсветки нет. Это не мастер. Вот так вот сделай. Со всех сторон плюс-минус одинаковые отступы. И будет смотреться это дело аккуратно. Если есть какая-то линия, тогда по этой линии было бы классно выравнивать. А у тебя... А-а-а. У тебя вместо сетки березовые рощи. Видишь, как ты потерялась в трех соснах? Сложно понять, где у тебя колонка, а где у тебя отступ. Потому что обычно широкая колонка, маленький отступ. Следующая широкая колонка, маленький отступ. И понятно, где эти колонки. Начинаем с колонки, заканчиваем с колонки. А у тебя тут попробуй разберись, где у тебя колонка начинается, а где у тебя отступ. Еще и как-то, а что это такое? Сосны криво растут. Где у тебя новая колодка? Как ставить элемент на 3 колонки? Вот так вот или вот так вот? Непонятно. Конечно, надо делать колонки пошире, отступы поменьше. Если тебе надо отступы широкие, так количество колонок уменьше. Чтобы у тебя, например, одна колонка, это было вот так вот. И при этом у тебя останутся такие достаточно широкие отступы. Это прям не дело. Видишь, приходится сидеть и выяснять. Оказывается, колонка розовая. Значит, со второй колонки начинаем. Это вот так, а не вот так. Начинать надо колонкой и заканчивать по-хорошему колонкой. Тогда дело пойдет. Очень мало сочных фоток. Все какое-то такое мрачноватое. Причем вот это смотрится достаточно стилево. Сюда бы такие яркие фотки. Где там этот ансплэш? Куда он ушел? Опять ютубим бар. Вот, смотри, вот сюда такие сочные фотки. Они бы и в черной стилистике прекрасно смотрелись бы. И вообще офигенно. Смотри, как вписалась вот в такое оформление. Вот такая яркая фотка. Смотри, как здесь вот это было бы офигенско. И причем оно же не наляписто смотрится. Да, у тебя черно-белое, но с такой фоткой смотрится абсолютно не наляписто. Или еще какую-нибудь фоточку. Или вот, например, смотри, как у тебя черное переходит в черное. Вообще прекрасно. Потрясающе будет смотреться. Вот такие фотоньки надо. А ты выбрала вот этот голубоватый. Я вот рассказываю постоянно, сколько я своим заказчикам не старался подпихнуть какое-то голубое оформление. Всегда разворачивали. Говорили, не, что-то голубое как-то не очень. Ты же в оформлении яркие фоточки ставишь. Ты же понимаешь, что бар это сочненько. А где? Где оно потом? Вот что надо делать. Так что включай режим классных сочных фоток. Включай Unsplash и вперед. И обязательно посмотри мой ролик про медиа-запросы. Медиа-запросы. Алексей Бычков. Или у меня на канале через сковородку поищешь. Или просто в ютубе вот так ведешь, появится вот такой ролик. Скопировать ссылку. Я бы тебе ее скинул. Да некуда. Обязательно посмотри ролик, потому что вот так вот издеваться над верстальчиками не дело. Смотри, 188, 169. То, что ты плющишь фотографии, это уже отдельная история. Например, 169. Потом 178. Было 188. 100, 178. 169. Пизде, чуть-чуть вот по-другому. И каждый раз вот это изменение размера надо верстать. И вот оно само себя не свертает. Это надо прям писать строку текста. Или вот, например, крестик у тебя стоит на таком расстоянии. А потом расстояние и сверху изменилось, и сбоку изменилось. И тут у тебя такой отступ, такой отступ, такой. И каждый раз надо делать новый медиазапрос верстальчику, чтобы объяснить, что текст должен сдвинуться. Почему бы тебе не сделать просто всегда один и тот же отступ. Текст изменился? Да, придется написать это изменение. Но как минимум отступ везде будет одинаковый. Крестик тоже поставь везде на одинаковом отступе, чтобы не надо было вот это вот изменение. И особенно верстальчиков бесит изменение на пару пикселей. Когда пару пикселей тут, пару пикселей там. Так что посмотри обязательно и не мучай больше верстальчиков. Они тоже люди. Они тоже хотят немного свободного времени на вечер. А не передвигать твои вот эти два пикселя туда-сюда по всем макетам. Они тоже хотят глянуть, как сначала Нави гоняют Форзы. А потом сразу зарубу Ливерпуля с Реалом. Какой сегодня вечер? Как хорошо, что я дизайнер. Они тоже люди. Светлана прислала большое спасибо и сайт клиники. Очень нравится цветовая гамма этого сайта. Очень нравится и футер классный. Очень классный футер. А вот масштаб карты не классный. Понятное дело, на реальном сайте можно будет масштаб туда-сюда увеличивать. Но тут же ты в макете подставила настолько крупный масштаб, что он перетянул все одеяло с соседних блоков. Смотрится оно супер неаккуратно, потому что непонятно, куда сфокусировать взгляд. Очень тут это дело крупное. Вот приблизительно такой масштаб карты смотрелся бы уместно рядом с такими блоками. А так контакты потерялись. Тут какая-то текстовка потерялась. Вот просто вот это место, ну как тяпляк. Просто из-за масштаба карты. Ты же захочешь потом закинуть эту работу в портфолио, скорее всего. И вот это место, оно такое тяпляпывое, будет тебе делать антирекламу. Никогда не вставляй слишком увеличенную карту. Не вставляй. Сделай нормальный масштаб, чтобы соседние блоки не терялись. Тут что-то тоже как-то с выравниванием непонятно, что, куда, но тоже как-то вот все тут. Вот эти блоки бы переделать. Вот тут вот классно. Футеры и вот над ним прям очень классно. Нравится. А тут как-то вот это вот место. Ну так, так, как-то. Тут что-то тоже какая-то огромная дырка случилась. Там дырка и тут что-то как-то дырковато получилось. О, какая классная кнопка. А чего настолько разные кнопки? Тут двойной контур, тут одиночный. Тут по ховеру берем слово и отламываем вниз. Чего оно тут развалилось? А тут тоже какой-то странный ховер. Ну вот палец показалось, чтобы показать. Вот эта ссылка кликается. Так, а зачем смысл тогда вообще этого ховера, если он вообще ничем не отличается? Ну вот хотя бы слабенький контраст. Ну вот. О, навели и контраст появился. То есть мы ховером показываем какое-то изменение. Видишь, цвет поменяло. О, а что это? Где отступ? Чего оно? Настолько зажало этот бедный текст. Ну можно было сделать вот так вот уже было бы получше. Но когда у тебя вот так, но слишком тесно. И что-то тут как-то неаккуратно смотрится. Здесь так, здесь так. Тут какой-то такой, такой, такой. Очень много всякого рода оттенков. Смотрится это не то, чтобы сильно аккуратно. Очень крупные вот эти штуки. Их запросто можно сделать поменьше. В H3, например. Смотри, как сразу классно стало. Вот это крупно. Ну очень оно здесь крупно. Вот смотри, сразу же классно. Когда у тебя карточки разной высоты, смотрится это все дело, ну не сказать, чтобы прям очень аккуратно. Сделай карточки одного размера. Здесь тогда зафиль. Там тоже можно зафилить. Вот. А здесь можешь снизу написать какой-нибудь, не знаю, там номер телефона, отделение, просто какую-то текстовку. Подробнее перейти. Оно будет смотреться гораздо аккуратней. Но вот так вот оно как-то, ну тоже какой-то тяп-ляп. И тут тяп-ляп, и там тяп-ляп, и там тяп-ляп. И в итоге вот по вот этим маленьким тяп-ляпам складывается общее ощущение большого тяп-ляпа. Тут есть тени, потом тени нету, снова тени, потом снова тени нету. Тут скругление закругленное, а тут острое скругление. И компонентами пользуешься, это там, а где? Где фиолетовое? Что, чернил не хватило? А тут-то? Тут какой-то бородин тортик. В медиазапросе ты вроде бы шаришь. Осталось только понять, что маленькая карта, 300 пикселей, это половина телефона, что неудобно. Вот у тебя телефон перед носом, и только половину занимает карта. Ты хочешь понять, как там, что там, и вместо того, чтобы щупать этот телефон туда-сюда, можно было бы запросто оставить карту высотой в 500 пикселей. Запросто. Ну-ка, автолая вот есть? Нет. Нет автолая вот. Вот, смотри, вот этой картой будет гораздо удобнее пользоваться. И здесь тогда тоже сделаем 500 пикселей. А тут есть автолая вот. Причем вот это вот на многих телефонах в принципе поместится на один экран. То есть не только карта, но еще какая-то информация рядом. И гораздо ж удобнее пользоваться. Ведь мы делаем так, чтобы было удобно, а не так, чтобы оно просто было. Классная фраза. Компонентами пользуешься. Чернил, конечно, не хватает, но в целом пользуешься. А вот была кнопка, а куда делась? Кстати, хочу записать ролик про кнопки. Автолаяут и кнопки. Классный будет ролик. Хотя интересно, когда вы это смотрите. Может он уже вышел? Может он уже на бусте лежит? Если вам нравятся разборы работ, то подписывайтесь на бусте. Снизу в описании ролика оставлю ссылку на этот бложик. Во-первых, там стабильно. Раз в два в месяц проводим разборы работ подписчиков. Приносите работу, мы их смотрим, ищем ответы на ваши вопросы и хорошо проводим время. Во-вторых, тут есть что и почитать. Много всякого разного полезного контента, который я не дублирую в инстаграме. Секреты, лайфхаки, скриншоты переписок с заказчиком, заметки с курсом. Много всего интересного. А еще здесь есть опция раннего доступа. Сначала видео появляется на бусте, а уже потом через неделю или две публикую их на канале. Если вы проскролите ленту этого бложика, вам может показаться, что здесь только один такой ролик. Но на самом деле это я о вас забочусь. После публикации в общем доступе отсюда анонсы я удаляю, чтобы они места не занимали, чтобы вы скроллили ленту, и у вас в вашем взоре было только полезное и актуальное. А вот стримы наоборот, я не удаляю, ведь в общем доступе они не появляются. И кто не успел на онлайн, и кому нравится разбор, может потом в записи посмотреть. А может вы таким образом просто хотите сказать спасибо за бесплатный контент на канале, и у вас есть возможность поддержать. Вот через бусте это можно реализовать. И за ваше спасибо в обратную сторону улетит куча всякого разного полезного контента, и еще и стримы с разбором работ. Так что подписывайтесь на бусте, снизу в описании ролика будет ссылка. И спасибо вам за поддержку. Пример текстовка. Чего она разлетелась? Ведь это одна и та же текстовка. Это одно предложение. Ощущение, что это три самостоятельных текста. Видишь, расстояние настолько большое, что уже нет ощущения, что это вот как будто это просто набор ссылок. Видишь, как здесь вот набор разных текстовок. И вот это то же самое выглядит набором, потому что, ну, 160 это много. Вот, классненько. 160 это, конечно, ну, через черт уже бахнуло. С размахом бахнуло. Да, поразлетался заголовок. 561. А вот 560 никак. 550. 500. 600. 561. Нормальный план. Во. Ты же в 560 умеешь. 403. А почему бы не сделать? 400. Делай 400 и продолжай дальше. Артем привет прислал, а доступ не прислал. Ну, не хочешь, не надо. И Алиса прислала спасибо, и кучу всяких разных рефов. А где что? А вот. О, компоненты. Три, погодите. А так, а в смысле компоненты карточки? Без компонентов. В форме фиолетового нету. Это что? Тоже что-то повторяется несколько раз без компонентов. Чернил не хватило. А, это прототип. А вот дизайн. А дизайн такой же? Ну-ка, ну-ка. 925. 925. Просто вставила фотки. А кнопки-то меняла. Откуда же в прототипе есть дизайн кнопок? Просто черное сделала красным. Фоточки через Unsplash вставила. Я дизайнер, где мои 500 доляров? Знаю одно обучение, где сначала разрабатывают прототип, а потом на следующие домашки не разукрашивают, а представляют, что этот прототип не твой, и надо сделать по-другому. Блоки берем те же, контент тот же, тема, естественно, тоже, но элементы внутри блоков надо расположить по-другому, предложить заказчику другое видение. Хуже или лучше, хрен его знает, как получится, пока не сделаешь, непонятно. Потом разберемся. Но смысл в том, чтобы научиться заказчику предлагать и не просто перекрашивать. Конечно, ты скажешь, это я делаю прототип, и там уже на этапе прототипа мы все обсудили, все расставили, все подвинули. Но прототип, конечно же, в первую очередь делают не для дизайна. То есть клево, когда у тебя аккуратный прототип. Но прототип для того, чтобы спрототипировать все и ничего не забыть. Поэтому вымерять здесь пиксели прям... А что, круг у тебя такой круглый? Можно было бы и вымерить. Так вот, для прототипа нормально. А в дизайне ты круг сделала круглым? Где круг? Понятно. Просто вставила. Как вставилась и нормально. Вот. Понятное дело, что твой прототип просто его разукрасила. Но вот когда вы берете прототип заказчика, не вздумайте просто разукрасить. Ну или хотя бы через 5 минут. Нет, давайте, макет, подождите 5 дней хотя бы. Скажите, вот я ушел за дизайном, вернулся. Да вот, смотри, что умеет. Значит, вот эти штучки, они прикольные. А вот эти волны, ну это такое на любителя, конечно. А как-то, знаешь, как-то, по-моему, узковато получилось. Что у тебя с шириной? А, ты на ноутбуке работаешь. Понятно. Вот это оно как баг смотрится. Видишь, если у тебя какой-то блок стоит на фотке, то мы и то, по-хорошему, сюда бы сильно больше вот это стекло сделать, сильно больше блюр. Вот, чтобы прям видно было, что это эффект матового стекла. Ну, это уже, может, переборщил трассец. Назад отмотаем. Вот, и тогда понятно, что это эффект такой. А когда у тебя здесь, ну-ка, давай мы заберем вот эту штуку и вставим. Где оно там было? О, вот сюда. Ну, оно воспринимается как баг. Непонятно, что случилось с фоткой, но видно, что что-то произошло. А где оно там? Вот, и теперь понятно, что здесь был какой-то эффект. И когда ты такое делаешь, ну, есть смысл тогда на этом располагать элементы, когда ты просто бахнул эффект просто ради эффекта. Ведь лучше и интереснее не стало. Стало как-то странновато. Ну, вот видно, что что-то не то с фоткой. Причем этот эффект, он как бы отделял один блок в фотку от другого блока, от формы, если бы они стояли друг на друге. А у тебя форма стоит слева, фотка справа. Зачем этот эффект? Просто эффект ради эффекта. Не добавляй такое. Тень обычно ставят снизу. Есть такое поверье. Негласное, что у нас солнце сверху слева находится. Вот там солнце и светит вниз. Поэтому тень, было бы хорошо, чтобы она была снизу. Зачем тебе вообще такие странные кнопки? Вот же у тебя есть более-менее прямоугольные кнопки. Эти кнопки, конечно, странноваты. И первым делом, что можно было бы предложить, получив вот такой прототип, сделайте прямоугольные кнопки. Потому что эти кнопки уже жизнь повидали. А это что? Круглый чекбокс? Там у ребят еще свободный угол есть, так что можешь занимать. Круглые чекбоксы быть не могут. Круглые – это радиокнопка. Квадратные – это чекбокс. Круглые нельзя снять. Он всегда активный. Если одна круглая кнопка, значит, мы не можем вытащить этот штекер. Он всегда там всунут. А если чекбокс, мы можем снять или выключить. Тут ты предлагаешься. Если согласен с правилами, нажимай кнопку. То есть мы можем быть согласны или не согласны. Значит, здесь должен быть чекбокс. А если здесь радиокнопка, то, во-первых, она должна быть круглая. Внутри там. Кругляш. То, естественно, снять нельзя. Значит, нас уже поставили перед фактом. Сказали, что ты в любом случае с этими правилами, с какими-то там правилами, согласен. В мобилках иногда встречается галочка. Не круглый чекбокс, а галочка в кружке. Но обычно это история про какой-нибудь список задач. Например, есть задача, и в конце стоит эта галочка. И вот если мы задачу выполнили, мы нажимаем. Секунд 5 тут эта галочка горит, а потом задача, в принципе, исчезает. То есть вот эта задача, она выполнена. Она исчезает, и вот это вот все подтягивается. У нас там есть 5-10 секунд на то, чтобы нажать отмену, если мы случайно промазали, чтобы задачу потом не заводить заново. Но ведь это не кнопка, которая подразумевает выбор туда-сюда. То есть можно нажать, а потом передумать. Чекбокс. Мы нажали, передумали, нажали, передумали. Радиокнопки тоже. Когда их две, мы можем тоже между ними переключаться. То есть мы включили, выключили, включили, выключили. А здесь мы прям заявляем, эта задача выполнена. Один раз ее нажали, и она сразу собрала чемодана. Через 5-10 секунд. Так что не путай чекбоксы и радиокнопки. Они работают совершенно по-разному. Круглые чекбоксы. Алиса, наказано. Круглые чекбоксы. Вот же у тебя квадратные есть. Но можешь ведь, когда хочешь. Почему такой акцент на удалении? Вот, сделай еле заметную эту кнопочку. Чтобы она была, но чтобы плюсик был первым в очереди. Чтобы мы добавляли товары, а не передумали. Человек открывает ему корзину. Удаляй, удаляй, не надо жирным быть, не надо. Удаляй, удаляй, не пихай в себя это. Не надо, передумай, одумайся. Надо на плюсик добавить, добавить. Чтобы у заказчика бизнес процветал. Чтобы он к тебе возвращался потом с новыми заказами. Вот же у тебя радиокнопка. Ну, радиокнопка круглая. Чекбокс квадратный. Пока ты на кухню ходил, а кто-то тебе подставу устроил. 404-я приятненькая. Кнопку уже можно было бахнуть и красненькой. Ну, чтобы был контраст. Вот есть иллюстрация, вот кнопка. Возвращайся. Я бы ее не делал вот такой вот сплюснутой. Почему ей так как-то не очень? Чекбоксы квадратные, радиокнопки круглые. А галочка в кружке, если говорим про мобилки. Большая вероятность того, что это вообще список задач. Очень большая. И там совершенно другое поведение. Нажали, исчезло, нажали, исчезло. А не так, что нажали и передумали. И не делай эффекта ради эффектов. Ну, какой смысл эффекта, если он тебе тут только испортил настроение? Зачем? Прекрасно форма стоит рядом с фоткой. И друг другу не мешают. Не надо портить фотку. Не надо. Если было полезно, поддержите. Вам не жалко, а мне приятно. Ого, общаться в комментариях. Спасибо каждому, кто пишет комментарии. Скоро увидимся, услышимся. Всякие же бывают мониторы, не только широченно форматные. Сделай кнопки из одного набора. Не стесняйся. Что ты как самка сама своих усиков стесняешься? Не стесняйся. А чего фотка черно-белая? Это же бар. Бутылки должны сверкать, светиться, переливаться. Как казино, как новогодняя елка над твоей пьяной башкой. Дальше Алиса прислала спасибо. В дизайне 925. Я прост. Алису, тихо. Вот такой я дизайнер. Чуть. Алиса, наказана. Тихо, тихо. Алиса, стоп. Вот такие фоточки. А ну, заткнись. Куда вы заткнись?